Господь Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. События дня. 2 Тимофея 2, 11 и 13. Верно слово? Если мы с ним умерли, то с ним и оживем. Если терпим, то с ним и царствовать будем. Если отречемся, и он отречется от нас. Если мы неверны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может за 19 сентября 2018 года. Вот как взяли, как за объявление, считайте сами. Вот Шахин Касумов пишет. Добрый вечер. Меня зовут Шахин, я из Баку. И я мусульманин. И у меня есть вопрос. Я смотрю ваши ролики и хочу спросить, почему вы говорите иногда о мусульманах? Хорошо, а иногда плохо. Отвечаю. Хорошо, что хранят женщин. Вот как они одеваются, целомудренно заботятся, чтобы сохранили девственность, послушную мужу были. Это хорошо, по-христиански. Плохо то, что сами мужчины, как жеребцы, жена неистовая. Сколько жен имеет, как блудят. Здесь вот у нас они, где бы ни посмотрел, одинаковые, везде одинаковые. По-другому я вообще в жизни не видал. На каждую жену, говорит, готов заскочить. Еремей 5,7. Как же мне простить тебя за это? Сыновья твои оставили меня и клянутся теми, которые не боги. Я насыщал их, а они прелюбодействовали. И толпами ходили в домы блудниц. Вот и все. Это не я говорю, хорошо или плохо. Это хорошо по Библии святой. Если так разобраться, как по-другому-то? Иначе жизни никакой нет. Дмитрий пишет. Гнатий Тихонович, здравствуйте. Я считаю ваши проповеди вот здесь. Проповеди. Проповеди идут у нас и на Ютубе. У меня вопрос. В проповедях приведены цитаты, как многие святые писали, что в церкви есть то, что делается не по Писанию, симония, то есть за деньги крестят все, неправильное крещение, отступление от апостольских правил и так далее. Что делать мирянину в таких случаях, когда он видит, что в церкви происходит что-то не по Писанию, священник учит в расхождении с Библией или нарушает апостольские правила? Как мирянину правильно поступить в такой ситуации, чтобы оставаться в православной церкви? Насильно себя не заставишь делать то, что говорит батюшка? А если заставишь себя получить крещение через злобо, помочение, то сделаешь неповерие и сомнение. Помогите, подскажите, посоветуйте. Благодарю. Отвечаю. Что нужно делать? Деяние 18.9. Господь же в видении ночи сказал Павлу, не бойся, но говори и не умолкай. И далее. Прочитайте, как в Афинах было. Это место Писания откроете. Затормозите вот так. А дальше опять. Видите, сколько мест Писания я выписал. Вот что нужно делать? Трудиться, проповедовать, говорить. Видите, а дальше видно будет. На это смотреть не надо, что они против. Это из Священного Писания все взято. Ответ большой, но того стоит, чтобы прочитать. И вот он говорил, Павел, там против были его так же. Ну и что? Деяние 18 глава с 1 по 28 стих. Вот это ответ. Ну-ка, пусть она Татьяна звонит, узнает, как у меня дела. Жил здоров или нет. Ну, еще показать свои ресурсы. Ресурсы-то такие у нас тут. Ну, вот. Мой мир люблю очень. Да благословит Господь Татьяну. Вот уведомление. Вот нажмешь, что тут уведомление. Уведомляет. Что-то тут такое. Мой персональный проект, музыка, Константина. Ну, это игры разные, удаляю. Вот это мой мир. О, а что-то я не вижу этого форума. Вот где-то форум тут есть. Сейчас посмотрим, откроет ли это. Открылась. Новое сообщение надо нажать. И вот тут, да. Все видно. 1600 тем. Очень богато и удобно пользуется. Вот, а теперь наш видеоканал православный. 24 053 подписчика. 24 127 947 просмотров. Вот так вот. Сейчас только что сегодня. Я поставил здесь 8 роликов. 8. Собрание идет как. Святого Иоанна Златоуста даже. И Россия Библия. Вчера день мы тут двое сейчас. С Игнатовым, с Сергеем Егоровичем. Он занимался тем, что теплицу парник. Уделал то, что замерзло уже. Кое-что. Ну, не смог он раньше сделать. День-то. Ну, я тут своими делами занимался. Ездил на поле. Поснимать там комбайн. Оказалось, то ли нанятый. Не понял, у Игоря. Там есть. Приезжали сюда мой брат Павел и Эдакия, сестра моя. Тут немножко встретились. День-то. Вот. Сразу не ладилось в интернете. Меня тут программист Виктор хорошо проинструктировал, что делать. Лезьте на крышу. Лестница неважная. Давай лестницу сначала сделать. Сделать. Ну, и вот. Пока отремонтировал. Время же все идет. Да. Поехал на маленький лагерный огородчик. Бобы собрал. По трем теплицам прополз. Помидоры собрал. А день-то идет. И каждый раз возвращаюсь и смотрю, что тут нового. Все благополучно направилось. Опять. Да слава тебе, Господи. Ну, в первую очередь, как Златоус говорит, молись о врагах. Почему? Я не знаю. Может быть, потому что пока о других молишься, а враг-то вот он тебя и застанет не готового. Поэтому молитесь о его смягчении сердца. И всех прошу. Тут есть недруги, которые желают разрушить. Строение там. Кибитки такие. Как их называли курятниками, бывший детский православный трудовой лагерь Стан, ставший музеем, комплексом для бедных лагерей. Ну, сатана летует. Навозная куща, ни квадратного метра не занимаем земли плодородной. Никакой. Ну, навозная куща, она на плане. А теперь мы на ней, так мы-то не занимаем ничего. Мы просто на ней стоим. Там, где крапива росла 150 лет. 150 лет. И в буквальном смысле бульдозером туда сбегали на улицу. Вот так. Вот Владимир зашел. Сейчас я посмотрю, что Владимир Пащенко зашел. Что же он пишет-то? Мирвам Игнатий Тихонович. Я доехал до Екатеринбурга. Сижу на вокзале. А утром в девятом часу выйду, выйду в деревню. Село Покровское. Слава Христу. Спаси Христос. Доехал до Екатеринбурга. У него отпуск две недели у Володи. До нашего отъезда до десятого, чтобы вернуться. Ну и слава Богу. Хорошо. Виталий тоже там есть. Они вроде дорогой встретились. Не знаю, там свидетельствовал дорогой. Ехал с Баптистом. Встретился по-хорошему. Все. Вот такой день. Такие события на ходу. Вот еще. Сейчас говорю. А в это время раз. И события добавились. Вот они. Богу нашему слава вовеки.